На тесте у нас самый продвинутый смартфон от тайваньской компании HTC под управлением операционной системы Windows Phone 8, модель 8X. Из его аппаратных характеристик отметим двухъядерный процессор на 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной, 16 ГБ встроенной памяти, дополнительный графический чип, а также весьма неплохой дисплей. Цена устройства стартует от 540 долларов, а вот стоит ли он заявленных денег, мы и попробуем разобраться. В модельном ряду HTC модель 8X старшая, кроме нее производитель предлагает также смартфон Windows Phone 8S с более скромными характеристиками. Реальными конкурентами можно назвать лучшую на сегодня модель финской компании Lumia 920, она фактически во всем превосходит 8X, однако еще не продается у нас. Другой смартфон компании Nokia Lumia 820 на сегодня может выступить реальной альтернативой 8X. Правда, финский аппарат проигрывает тестируемые модели по нескольким параметрам на фоне несущественной разницы в ценах. Так, у Lumia 820 меньше разрешения дисплея при той же диагонали и меньше емкость аккумулятора. Корпус устройства – это цельный кусок поликарбоната и, если говорить проще, пластика устойчивого к царапанию. На лицевой панели из функциональных элементов отметим 2.1-мегапиксельную фронтальную камеру, сетку разговорного динамика, в которую запрятан индикатор событий, а также три сенсорные кнопки под дисплеем. Первая активирует строку поиска Bing, вторая возвращает на стартовую страницу, а также кнопку перехода в предыдущий панк-пункт меню. Аппаратные клавиши отлично вписываются в дизайн, их всего три. Кнопка питания на верхнем торце. Это не очень удобно в плане пользования одной рукой, учитывая размеры гаджета и вес 130 грамм. Рядом разъем под наушники 3,5 мм и микрофон. Справа слот под сим-карту формата microSIM. Качельки регулировки громкости и кнопка быстрого запуска камеры. Кнопки длинные и узкие, претензий к работе с ними у нас не возникло. Кроме того, внизу расположен микрофон и порт microUSB, а на задней крышке камера на 8 мегапикселей, светодиодная вспышка и динамик громкой связи. Как вы видите, по краям корпус модели 8Х скошен и смартфон смотрится тоньше реальной кистики 1 мм. Он хорошо лежит в руке, не выскальзывает. Аппарат доступен в черном, салатовом, красном и таком, как у нас на тесте, темно-синим цвете. 4,3 дюймовый дисплей на базе матрицы Super LCD 2 имеет разрешение 720 на 1280 точек. Плотность пикселей 342 на дюйм. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 2, он немного выступает над корпусом. Подсветка регулируется либо автоматически, либо вручную, по трем предустановленным производителем режимом. HTC Windows Phone 8X оснащен двумя динамиками – отдельным разговорным, а также динамиком громкой связи. По разговорному никаких претензий нет, звук достаточно чистый и громкий, абонента слышно даже в условиях громкого окружения. Динамик громкой связи дополнил специально спроектированным усилителем от Beats Audio, что позволяет получить на выходе достаточно чистый и качественный звук. Однако максимальное удовольствие пользователь получит только подключив качественные наушники к смартфону. Звук на выходе нас очень порадовал. Смартфон работает на базе операционной системы Windows Phone 8, которую компания Microsoft представила в октябре 2012 года. Аппарат на здесь двухъядерный процессор от Qualcomm с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и графический чип Adreno 225. Из заявленных 16 ГБ пользовательской памяти вам будет доступно только 11. Возможно, кому этого будет мало, дополнительная HTC предлагает 7 ГБ в облаке SkyDrive. Поддержки карт памяти нет, хотя в операционной системе это реализовано. Детальнее ознакомиться с результатами тестов на производительность вы сможете в текстовом обзоре на портале смартфон.ua. От себя добавим, что ресурсов устройства достаточно как для веб-серфинга, так и для воспроизведения фильмов в HD-качестве и производительных игр. Емкость встроенного в HTC Windows Phone 8X аккумулятора 1800 мА. Доступа пользователя к нему нет. Одного стопроцентного заряда нам хватало почти на два дня в режиме не очень интенсивных нагрузок, около часа в режиме разговоров и аналогично в режиме задействования других функций и приложений. Если же работать с трубкой более интенсивно, видео, серфинг, звонки, музыка, постоянная проверка почты и прочее, ее лимит 4,5-5 часов. Правда на тесте у нас инженерный экземпляр и надеемся, что в коммерческой версии эти характеристики будут улучшены. Из главных особенностей, которые преподнесла нам новая iOS в плане удобства пользования, стоит отметить возможность изменения размера плиток на рабочем столе. Любую из пиктограмм главного меню пользователь может вынести на главную или же на начальную страницу экрана. В оболочку интегрировано облако SkyDrive. Оно доступно как в офисе, так и в других приложениях. И не лишним будет сказать, что все резервные копии настроек смартфона уходят в облако. Кроме того, поддерживается режим многозадачности. Также появилась возможность создавать скриншоты. И подключать смартфон в режиме внешнего диска к USB-порту компьютера или ноутбука, без дополнительных драйверов. Смартфон HTC Windows Phone 8X оснащен двумя камерами. Основной на 8 Мп, а также фронтальной на 2,1 Мп. Основная камера может снимать в разрешении 3264 на 2448 пикселей. Качество фото хорошее. Их примеры вы можете посмотреть в нашем текстовом обзоре. Одна из ключевых особенностей видеокамеры – возможность записи в режиме 1080p. Вот ссылка на снятое ей тестовое видео. Как вывод, можем сказать, что перед нами весьма неплохой аппарат, на стороне которого хорошее оснащение и производительность, качественные динамики, приятный внешний вид, добротный дисплей, неплохие возможности камеры и значительно улучшенные операционные системы от Microsoft. Вместе с тем, в будущих флагманах HTC на операционной системе Windows Phone 8 хотелось бы увидеть более мощный аккумулятор и слот для карт памяти.